Я, Дужный, слышь ты, блядь, брови отросли, можешь наглеть или что нахуй? Я смотрел, кстати, злой, вообще идеальный игрок просто. С ним никогда партия не закончена. Нет, со мной можно кончить нормально. Мы сегодня обычные, без ролей. Илюха, ты где, Илюха? Да как хотите. Илюха, ты где? Может быть, ты такую-другую-такую? Илюха, брат, я не вижу тебя! Сейчас хочу вас немного отвлечь и показать суперский сайт, аналогов которому я считаю, что нет. Это сайт Фагейп, плюс этого сайта, что ежедневно вы можете забирать ежедневный бонус. Помимо этого, фишка, которую я нигде не видел, это, например, вот такой вот кейс, который разыгрывается среди всех игроков, которые только захотят поучаствовать. Далее, специально для вас, я выбил просто охренеть какой бонус. Такого вы нигде больше не увидите. Бонус при пополнении 100, понимаете, 100% введя промокод GAME OVER. Чтобы вы понимали, даже я пополнил на 1500 рублей, а благодаря промокоду у меня 3000 рублей на балансе. Ну что ж, давайте прокрутим пару кейсов и посмотрим, что нам может выпадить. Например, кейс Вальхалла быстро. Что же нам выпало за 70 рублей? Давайте еще раз быстро. И опа, неплохо, 200 рублей. А потратили мы... А потратили мы, да, 349. Или нет? Да, 249. Окей, один кейс мы купили. И я предлагаю крутануть вот этот кейс Stonx. Открываем медленно его и посмотрим, что вообще мне. Вот этот ножик бы мне было бы отлично, но мне падает... Мне падает Desert Eagle. Оу, давайте, на счет три. Раз, два, три. Погнал, 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 погнал. Что? Так. Оооо! Что? За 100 баксов? Ооо, май гад. Я такого... В общем-то, сайт отличный. И я вам его советую. Удачи. Просто своих Пикачу сейчас. Спасибо большое. Приберите Пикачу. Значит, у маньяка будет просто пустая белая карта. Маньяк играет сам за себя. Он просыпается ночью и убивает одного человека за столом. Это может быть как мирный, так и мафия. Задача маньяка... все ли понятно про маньяка? и на маньяка красная проверка идет, правильно? да, 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 именно так, спасибо большое когда комиссар проверяет, попадает в маньяка то я скажу ему то есть он не попал а что ты ему скажешь? так я скажу, что попал, попал, попал что не попал? в кого не попал? на всех случаях напомню мир это мирный игрок м это мафия д доктор лечит максимум два раза одного и того же, но не подряд себя в том числе может лечить че я свое, короче а что ты там маньяку показываешь? как комиссар? белый кусок это я комиссару показываю, когда он проверяет маньяка подозрительная гуня какая-то ого, мне тут в донате написали что есть Вадя, есть фанфик про тебя и Рома Мокриевского ого скиньте, скиньте хороший фанфик, между прочим не надо тут ты что, везде читал, Миша? ну, надо что-то читать очень интересно болезнь а на каком считаете? олсер, ты читал? почему ты меня не скинул? я попросила ой, щас скинул это ты честная офигеть вот так вот понятно выключите, пожалуйста, свои масочки, ребят давайте начнем я кокос я бэдно кокос это не кокос да я знаю, долбоёб я кокос? я авокадо авокадо, по-испански адвокат? где ты тонатор? ай ты отвалился щас, щас к другому вайфай проклячусь я авокадо о, О, Дим оставь, оставь его я авокадо это кто у нас играется с голосом? это что? а прикиньте так рвкнуть это было бы эпично, мага не меньше щас, щас, я где-то видел Аид, хотелось бы конечно твою голову видеть нахуй я начал если тебя не затруднит я так понимаю, Аид фотографом работал эти ракурсы экспозиция, самая главная экспозиция а чё такое просто и соглашать кучи фут ту-ту-ту-ту ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Дима, мы уже утром выяснили, что у меня нет ни одного листика чтобы писать бля, запитывай ж надо зачем вообще запеку на фоне, а? я не буду писать запишешь их веселое давай, Дина, я как раз-а всё, давай давай у нас Илья отошел А я ищу спайдер Кого, блядь? Так, Вадя Вы долбоёбы, блядь Всё хорошо В камере, в снэп-камере Я только английский, что я могу сделать Паук Спокойной ночи, все закрываем глаза, выключаем на нас микрофон Не забудьте выйти из стима, выключить звук Мне плохо вообще, я стрим даже открою Парни, пишите стим открытым, чтобы успеть посмотреть Засыпайте, ребят, правда, закрывайте глаза, пожалуйста Всем спокойно Приятного времени Все вкусно, Вишининка, вкусно Вадя, просыпайся Злой Давай Дмитрий Ликс Дмитрий Ликс Миша Сёрт Инсайдер Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok если что мама написала прожиточный минимум в украине 2102 гривны извиняюсь алма мне послушалась димант искал я шутку все тогда ты не шутилась на короче речь не про не очень понравилось поэтому первая двойку единицы двойку меня будут такие больше серые игроки и троечка красава сказал лучше всех расстройщика поиграю спасибо большое михаил мне не очень понравилось как поговорил вадя потому что было было слышно местами как будто у него голос слегка дергается это единственное что мне не понравилось так речь типа на первом слоте хорошая что-то подумал что-то рассказал по ощущениям до меня один маф может быть максимум не знаю честно говоря 3 4 по ощущениям оба оба больше красные ликс сказал скорее красный сейчас понравилось как выглядит в целом начале партии 7 7 11 я ни разу не играл с магой чтобы он был на черной карте это видимо меня деформирует но он прям очень сидит довольный спокойный вот мне кажется люди обычно когда много мафе играют они немного все-таки но их немного начинает давить когда они на черных картах и 7 11 были спокойны пока арина очень грустно выглядит но возможно она просто сегодня так выглядит вот да это все что в принципе по столу пока можно сказать номера 14 по контенту поговорили очень мало в целом поэтому но как бы ликс мне кажется красным играть я с ним конечно же не буду при этом 14 мало поговорили но мы особо много ничего сказать ты не могли так спасибо большое миша иван миша у меня в отличие от миши конечно по ощущениям что 5 мафии до меня вот поговорила если честно никому из них не буду доверять на черные игроки максимально максимально планы кроме артура артуру у него просто красные усы специально их надеваешь и становишься красным красным игроком арена можно вопросик у тебя там ты фанфик пиши или записи по игре фанфик все я рад тогда я счастлив один алекс перебивает мне ну короче что игры сайдер у меня замечание простите пожалуйста госпожа ржут к больше не повторит жуткая ну короче ребятик приветствую понравилось как уверил 1 для меня будет больше красным игроком обсудил очень важную вещь 2 обосрался конкретно вообще речи не понравилось просто сидя закрытым ртом пости делаю я не знаю короче обостренная речь как я считаю тройка для меня тоже пока серый игрок 4 понравилось как уговорил для меня больше красный игрок пятерка и мне нравится что мне льстит что я такой позитивный вот такой щеки бомбони но пока я с ним играть не буду для меня тоже серый игрок как и шестерка поэтому всем приятной игры с кем ты поиграешь я поиграю с единицей и четверкой покажет он негативный он пасет негативный он негативный большое мага и спинар год пожалуйста я в истории я пока поиграю только с инсайдером за этим столом потому что 3 мне не понравился 4 взял его к себе в команду а потом почему-то 7 горит то что 3 ему понравился 4 ему не понравился как это получается я не согласен с этим теперь мне ничего не перепутал ты же сказал что ты поиграешь с четвертым да а я считаю что черный 4 поговорил не хорошо так же как и лсер который начал сначала втыкивать вавилона потом скал да не она нормально все-таки это же самое про ликса ты сказал что они немного не поговорили совсем но при этом он для тебя красная почему для тебя ликс красный но я не могу понять почему по каким доводам мало но нормально очень ладно я для меня пока самый черный будет игрок и самый черный игроки будут 57 с верхним рядом я буду разбираться потом когда послушаю на следующий день пока поиграю как скал с инсайдером спасибо спасибо митя ариночка и цветочки привет всем ребята я могу сказать одно что мы очень прикольно сидим у нас первый ряд такой чисто боссерный получился второй ряд и для потных нормальных чуваков вот и третий ряд такой конечно на подсосе мне кажется мне не понравилась речь вилона вот она была опять же обосрана еще расскажу мне понравился банчика мне понравился мне не понравился артурчик мне не знаю ликс мне очень никогда не нравится вот алсер мне всегда реально вот человек который точно знает что говорит и как играть но это не точно не понимаю почему мага такой серьезный в этой игре такой прям вообще серьезный и фенаргот очень серьезно кто тебе понравился а кто тебе понравился я понравился понравилась двоечка давайте послушаем аида строго по факту говорить всем бред ребята но не хотелось бы подсасываться но тут во всем почти согласен с ариной мне кажется илья тоже должен будет согласиться потому что так идет уже вот идет очень хорошо на самом деле у первого игрока я не знаю странная речь он как начал немного так вилять куда-то увиливать про прожиточный минимум серый игрок но второй мне показалось кстати неплохо то есть он вначале сбился конечно из-за того что у него не было звука но потом он достаточно хорошо сказал на него многие гонят мне кажется он ближе к красному третий игрок злой вот он играет с первыми со вторым хотя я не знаю я бы не играл с ними обоими поэтому злой для меня серый и вот ликс мне не нравится больше всех простите дмитрий потому что ты играешь стройкой вот но не играешь с первым и вторым а он наоборот играет с первым и вторым ну получается его в команду взял а их не взял ну не понимают обозаримся с ним поэтому лифт подозрительный алсер в целом атакует 14 мне это нравится пока хочу поиграть инсайдер не понял пока что не разобрался в тебе но раз восьмерка себя берет в команду я пока тоже возьму тебя в команду потому что восьмерка мне очень нравится с восьмерка хочу играть вот то что надо сказал и седьмой берет в команду ту команду который мне не очень нравится поэтому семерка играть не хочу с ариной пока тоже соски спасибо огромное аид и красавчик этого стола или я пожалуйста соседи его короче я не могу вообще ну профукал момент его почему многие игроки говорят то что ваде для них серый типа запинался и говорил как то что нужно говорить на первом игроке блять чтобы тебя посчитали красным только рассказывать по ходу истории жизни и тогда тебя будет считать красным игроком ваде блять просто ну сказал отдельную тему какую-то не знаю не запоминал не запоминался хотел сказать и типа его очерняют и в то же время девятка и десятка говорит про строго то что блять заебись сказал хотя строго фул обосран типа ну я себе я для себя отмечал типа вот так вот ну не что-то конкретно писал писал обосран лучше обосран лучше ну типа не знаю все играют как обычно пока что ничего странно не заметил единственное буду наблюдать за игроками которые типа ваде очерняли хотя ну ваде тоже обычно когда он переспрашивает каждого типа когда кто-то говорит что-то и потом с кем играешь он либо маф либо отыграет какую-то роль либо красный игрок можно секунду отойти на секундочку кайфануть может уже писать рано можно кайфануть хочет парень нас ваших скажи скажи линию свою цепочку скажи просто иди господи иди слой с кем-то не услышит я вы не подождите без без слова нет обсуждения ребят еще и алина ушла а еще и не как у самурая цепочка но чем богат не выдержали не выдержали первой партии уже убежали да нет наверное нет какой глянь глянь мы кайф я сейчас покажу продолжайте общая минута хорошо меня стоп я не договорил я типа еще скажет не вадим ваде там попросил цепочку мне еще понравилось то что алсер изначально когда просыпается сразу типа внимательно следи за столом кулите вот ну то есть он пока для меня мага наверно на столе самый такой серый ось красный игрок 910 для непонятные остальные играет как обычно типа строго тоже для меня full серый игрок ну не так часто с ним играл все в целом еще похуй хоть какую-то цепочку ты можешь назвать 7 8 цепочку на карте есть цепочка если честно прям вообще печально не знаю за что на меня сделал весь стол не не казалось что моя речь была говняная при этом после моей речи арина говорит что у второго была охуенная речь то что там не включил звук да мы там нихуя не услышали блять бэкани мэкани что он нихуя не понимает типа и типа мне похуй я не знаю что сказать skip ахуе арина как вообще красава речь 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 у тебя была нормальная ты ну пару раз было ощущение как будто ты немножко запнулся и я просто не про этом нет была такая ситуация что хотят сначала про одно поговорить а потом вспомнил рофл про прождите мимоним думаю ладно скажу первого игрока первого игрока единственное почему можно следить немножко хотя бы по эмоционалу но это ни в коем случае нельзя его мне не казалось что я как-то сказал что ему понравилось как я стал разложил ему понравилось как фенаргот стал разложил хотя мы разложили стол диаметрально противоположные а мне понравилось что десятки понравился двойка но не понравился я как и девятки блять ой мощь по разу двойка тебе понравились 1 4 или нет вот смотри мне говоришь про четверку я сказал 10 начал предъявлять лсеру я не знаю с каких времен миша ты услышал что ему поэтому поэтому я с 10 поиграем с 6 поиграем лсер самый черный игрок сейчас проверяет надо я считаю я бы хотел я вообще супер что меня все я приглашаю вас засыпать он может веселую поставим ванину вот это тиман манам она хочет поставить 8 и не а Продолжение следует... 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 Или как у Вилона какого-нибудь Почему вы все обращаете внимание именно на строго В общем, мне это немножко непонятно И я не собираюсь там перебываться Ничего такого в нем черного я до сих пор не вижу Вот, также мне не нравится пятерка Вот, даже несмотря на то, что он так топит себя проверить Это вообще ни о чем не говорит Он тоже против двойки Вот, и единица Вот, ну, в общем, у меня, может быть, не связано все Как-то получается Ну, вот пятерка против двойки, двойка против пятерки Так как я стою, как бы, получается, на сторону двойки Значит, мне непонятно пятерка Ну, и Ваня инсайдер тоже, он защищает Хотя он играет семеркой-десяткой Ну, короче, не знаю Ваня пока для меня серый Вот, значит, строго я не знаю Спасибо большое Арина, ты будешь кого-то поднимать? А кто? Пять, девять, два, десять, один Ваню хочу послушать, да Нам все подытожил, не знаю, объяснил Благодарю Да, но спасибо за проверочку седьмому А вот седьмым играю, верю в его комиссарство Также хочу играть с шестым Ну, и хочу играть с пятым Потому что вы все атакуете второго Второго тоже мне речь не понравилась Он как-то сумбурно ее говорил Типа, ну, он непонятно сказал Этот нравится, этот не нравится Ему нужно было выдать хорошую, уверенную речь Потому что первая у него была Она была неплохая, но при этом, типа, не насыщенная Нельзя было ничего по ней дать Сейчас он вторую речь выдал плохую Поэтому у второго самая слабая позиция Со вторым, ну, самая очевидная команда 9 Но Арина так уверенно его защищает Просто 2-9 просто и там какой-нибудь 11 в конце остается Ну, не знаю, как-то так себе в это верится Вот, поэтому я поставлю еще Илью Мне тоже, он так уверенно защищал первый Будто бы знал его цвет Типа, он сидит, ну, первый Как вы можете его атаковать? Как вы можете атаковать один? Он по-любому красный Поэтому хочу послушать еще Илью Спасибо большое Сейчас послушаешь два раза Да, Илья, слово тебе Как говорил великий инсайдер А инсайдер не пиздит Если человека очерняет весь стол Значит, этот человек красный игрок, блять Запомните, нахуй Это по нулевке Запомнили? Все, супер, идем дальше Мне вообще похуй Я буду играть с магой Типа, я просто доверяю ему, как Кентику Хоть мне не совсем понятна 10-ая проверка Мне не казалось то, что 10-ый, наверное, самый спорный игрок на столе Я бы, ну, будучи комиссаром Я бы, наверное, проверял пятерку какую-нибудь Типа, либо двойку Типа, на двойку напиздели Либо того же Вадю То, что на него напиздели Не совсем понимаю проверку Но чисто потому, что мага Магас Кент мой Буду играть с ним Если это не правда Похуй вообще Отдам победу маге Ну да, типа, блин Я не Ну, типа Казалось бы Слишком все просто То, что 2-9 у нас 2 мафа Типа, не знаю Арина так защищает Она также на нулевке говорила То, что ей пиздец Как понравился речь Алсиора Все, типа, стрёмные Там Алсиор вообще красавчик Сейчас она говорит то, что Алсиор мне вообще не понравился Типа, не хочу с ним играть Ну, типа Его вторая речь, что ли, не понравилась Не понял Типа, наверное, буду голосовать Против девятки Поживем, увидим Как говорится Буду ждать речи в Аде Недолго придется ждать Не знаю, как еще заполнить Спасибо большое, Илья Да, был смысл скрываться комиссаром Потому что Потому что Мы с маньяком играем Поэтому, мне кажется С комиссаром Извини, Дима С комиссаром нужно, наверное, скрываться Уже на первом ходу Если ты остался жив Типа, там тебя доктор похилит Ты будешь, что будет А мага Хочешь, чтобы я тебя выставил? Ну, девятка выставлена Против которой я буду голосовать Выставляю Спасибо большое Спасибо большое Илья, может еще что-то добавить Да, я Егор Крит Спасибо Он просто не приходит Я решил, блять, Вадью как-то Ну, обрадовать То, что все-таки пришел, блять Оу Спасибо Бля, мне даже смешно Если честно, как Аид Меня рисует в команде 2-9 Ты серьезно? У меня прошла речь Я на дополнительной минуте Сказал, что меня топит 2-9 9 сказала, что У 1 Обосранная речь У 2 хорошая Как и ты сказал, что у 2 хорошая речь Но на следующем ходу Она говорит, что У 1 обосранная речь У меня обосранная речь И у 2 обосранная речь То есть уже обосранная Типа, понимаешь Такая, типа Хотя 2 Скипнул свой ход, грубо говоря Он После того, как он понял Что он проебал время На выключенном майке Я бы на его месте Хотя бы хоть что-то дал Столу понять Чтобы какой-то эмоционал Или какую-то шутку вкинуть Чтобы дать как-то окрасниться себя Арина также топ Смотрите Двойка Хочет играть 3-9-11 3-9-11 Не нравится ему 5-7 И Арина туда же идет Я не понимаю Ну то есть, типа Все раскинулось на 2 лагеря И Если вы хотите искать мафию во мне Да без проблем Можете меня кикнуть Типа с 2-9 Мне абсолютно похуй Нет, да тут не в этом Тут не в этом даже дело Просто я смотрю, как вы По эмоционалу Супер определяете Я не знаю, где мы будем искать дальше мафию 2-9 Ну то есть, типа Не знаю, мне кажется Все играют против 2-9 Если мафия играет против 2-9 И мафия 2-9 То я не понимаю Как здесь можно выиграть Ну типа Даже если кто-то мафия сидит возле нас Он просто, ну Самострельница нахуй И все Спасибо 5-9-2-10-1-6-11-7 В номинации Это, кажется Все кто Кроме меня Ебать не может быть Я что, самый хуеный игрушек Не знаю, Вадя Кого-то поднимешь Не знаю, что ты никому не нужен Подниму третьего Замечательно Ты сказал, ты никому не нужен Ты сказал, ты никому не нужен Я тебя поднял 5, 9, 2, 10, 1, 6, 11, 7, 3 в номинации. Теперь целый полк будет оправдываться, начиная с пятерки. Миша, пожалуйста, стартуй. Так, поехали. Смотрите, инсайдер нереально красный игрок за столом. Он слишком большую красную команду нарисовал. Он сейчас не останется, и они его затопят. Он стопроцентно красный. Семерка, если комиссар, то 7-10, очевидно, тоже красный. То, что двойка топит в меня по дефолту, там, на старте и так далее, мне кажется, это меня довольно сильно окрасняет тоже. Очевидная команда 2-9, я не успею сейчас сказать. Ваня, пожалуйста, проговори. Если семерка — это фейк комиссар, десятка — это красный, не красный, кто в команде с семеркой? Ликс мог быть комиссаром, Фенергот не мог быть комиссаром. Слишком активная игра на первом ходу, что-то там колил, Фенергот не мог уйти комиссаром. Скорее всего, четверка мог уйти комиссаром, если мага вдруг фейк комиссар. Вот какой вариант тут команды может быть? Спасибо. Арина, твоя тридцатка. Мага завис. Или у меня все зависли? А, не, все нормально. Не знаю, мне кажется, это так было бы смешно, очевидно, если бы действительно с 2-9 было мафией. Может быть, я не знаю, опять моя ошибка, что я защищаю какого-то, может, слабого игрока, потому что вы все такие мастера и крутые, и челики, и топите строго. Но я просто в нем ничего такого не увидела черного. Но я не знаю просто. Но это мое импо. Почему я должна из-за этого страдать и попадать под какую-то мафию? Да нет, я мирная, и я вообще по-прежнему ничего такого не вижу. Не знаю. Спасибо большое, Арина. Спасибо большое. Арина, слушай, выбери у себя в дискорде, в настройках голос и видео, и там шумоподавлениях и подавлениях убери, как будто тебя давят. Строго, Давид, сверху. Пока что. Сверху, Асиор. Тем временем у нас двойка. Асиор, ты сказал то, что я на Эвелона гоню на второй речи, когда я про него вообще ничего не сказал. Ты сказал то, что я сказал то, что он черный игрок, когда я сказал только про третьего, про седьмого, про тебя и про одиннадцатого с девяткой. Я про Вадю вообще ничего не сказал. Когда ты мне сказал то, что я на него гнал типа и говорил красный или черный. Я про него вообще ничего не сказал. я не знаю почему ты это привел в пример того что я черный не знаю спасибо большое строго аренду к теме юти пожалуйста когда ты не говоришь потому что иначе у тебя там я тебя потом покажу 10 10 так и пожалуйста да ну мне больше не нравится как оправдывается именно 2 потому что девятка на говорит поуверенней то есть она до защищает эхо арен заметь пожалуйста нам слышно до безумия до безумия защищает второго но при этом она хотя бы но она может ошибиться двойка просто невнятно звучит поэтому я бы убирал именно двойку из-за стола дальше вилон говорить почему ты на меня гонишь я не знаю на кого мне еще у меня вот в остатке остается у нас есть еще маньяк у нас есть еще мафия вот остаток среди вас потому что ну хотя ты меня рисуешь в 29 брат ну я тебя рисую 2 9 потому что как это невозможно и ну-ка смотри либо ликс уходил мафии либо оставшаяся мафия среди вас двоих я не говорю что это именно ты я говорю что я их выгоняю двоих нахуй спасибо большое аид я не понимаю ну то есть типа алсер сказал по поводу другой мафии 7 если 7 фейковый комиссар он рисует десятку десяток десятка красный или черный скорее всего бы подбазовал ваню но я просто в это не верю ну то есть типа не знаю мне мага понравился даже по первому столу когда вот все говорили мага чё ты какой-то серьезный а мне наоборот он понравился хотел выкрикнуть потом ладно типа похуй я хотел задефать магу но мне понравился с самого начала я верю в его комиссарство типа прям пиздец как я не вижу никакой другой в 7 10 6 ну типа нет а 7 6 и куда 3 1 тоже нет типа 7 11 как кого бы он мазал должен мазать одного чего типа ну нет инсайдер а жаре ну если со всеми не согласна тут и ну должна понимать что значит ты идешь команду с двойкой и против которого вот и все то есть и уже решаешь какую сторону ты будешь играть вот и все раз ты хотела что ты сказал я и говорю стол поделить поделился на разные команды сейчас ну что против двойки я думаю что в принципе аргументированы вот единственное что но двойка играл против семерки пятерки хотя я вот тоже мага проверка десятки он был двойку проверять это ну разумно вот пока буду верить что маги комиссар либо ваня когда проверка так номер один стиль я сразу да блять да нахуй я ты последний долбой и егор крит просто пою по песне короче все время остановили блять 5 сейчас мотаем назад и начинаем снова окей кейси как раньше исправляла короче я почему-то думаю то что мафия умерла уже типа это ночью либо это 4 либо 8 не больше склоняюсь то что все-таки четверка для меня в финар год был более красным игроком и сейчас нам если честно к сожалению нельзя брать кого-то в баланс и типа выкидывать по одному из какой-то команды потому что нужно сейчас выкидывать 29 в любом случае потому что что еще маньяк и нам просто нельзя жертвовать игроками которые мы считаем что они красные типа нельзя выкидывать магу нужно хилить могу типа и вот мы пришли к этой версии нужно завала играть типа выкидывать 29 а там похуй мага кого будешь проверять спасибо сейчас мага нам расскажет на своих 30 секундах ну смотри типа для меня самое банальное то 29 я не могу нарисовать 29 ни с кем из нас просто ни с кем смотри все топят водить кого я могу здесь выделить ты краснил десятку открасняется шестер как населится 57 из-за второго номера 3 вроде внутри цветов и к самый но при этом он вроде самый красный 11 весь стол разложил кого я могу здесь кинуть кого-то между 488 я задумалась а это у нас внимание как говорил сейчас настоящим комиссаром при этом я просто не верю что мы его также рандомить что инсайдер сыграл с нами в итоге я специально для этого раскрывать потому что если остался маньяк и мафия на столе а то у меня большой шанс что я уже на следующем ходу вылечу поэтому я решил раскрыться и сказать что десятка красный игрок поэтому для меня пятерка шестерка и десятка это является тремя красными игроками мне не нравится что зло сейчас сидит на фута ничего такого толку потому что в мое время не пришло сука и девятка девятка которая деплит двойку когда на нее все гонят но это очень опасная позиция спасибо большое мага две порции твоего времени уже прошли а теперь мне две порции дайте потому что в смысле уже второе время твое прошло первое время ваде выговорил второе время ты выговорил добавки не руками руками показать руками показать ты тоже меня особо нравится потому что он готов сыграть мага тебе три предупреждения злой давай куда брику кто сука дайте минуту мага не забывайте что ты мог бы проверить десятку на это возможно и когда ты проверяешь маньяка он тоже может быть красным ты это в голове держи ты это подумай об этом почему мне почему я сначала хотел играть строго а потом я не захотел играть строго потому что арина начинает его блять окраснять уже второй раз подряд и этот пиздец как нелепо нахуй она говорит они я не буду сливаться я буду и вот я с ними играть не до конца блять если логически рассуждать то думай об этом думай о своих ходах стере или красный игрок то ты посмотри по его поведению может что-то меняет в этом в этом случае а по поводу проверки я тебе говорю братан ты тоже подумай потому что я раз играл за комиссара проверил дину она была красная оказалось что мы дохуя не красная нас его большой злой спасибо ну что же все выставлены и поехали порядке 5 9 2 10 16 11 73 г правильно сказал мага кто против номера пять поднимите руки миша одна рука кто против 9 поле воин а против девятки я буду 2 2 позиции намного слабее одна рука кто против двойки строго против двойки строго 1 2 3 4 5 5 рук против десятки десятки аида против единицы воде 1 кто арина арина против шестерки шестерки ивана инсайдера а чья рука у нас осталась просто скажите строго строго нет строго в 5 никого ни в кого нет мага ни в кого не давал руку нет твоя в тройку хорошо хорошо магина рука уходит в тройку и того это просто так хорошее рука твое последнее слово ну я дон значит сказать но вы зря это сделали не знаю за что он сказать что я был просто мирно как строго не ведет это пиздец чтобы действительно что в машина карту брат а ты сказал ты никогда не играл за красную карту да и не играл за красную карту и сейчас я сыграл за красную карту я про это говорю потому что всегда всегда когда я заходил я мафию прошлый раз сыграл я был сначала черным игроком а потом красным и я спалил себе инфу и вышел с игры я вообще не играл за красную карту поэтому вот так вот все но он это большое строго строго покидает а вы засыпаете давайте под обычную мудрость поиграть мафию ужас сейчас 5 просыпается мафия засыпает просыпается маньяк маньяк засыпает пробуждается комиссар доктор доктор засыпает утро доброе доброе утро я к вам опять плохими новостями 2 или 1 1 и 5 я проверил тройку то я скажи на методом исключения красный ты сто процентов методом исключения остается но я просто думаю могу ли так за рандомить что инсайдер назвал нас красными я после этого раскрут может у меня потом баланс выбирать про его не увидел что еще раз почему его не проверил инсайдера ну да а я не хотел просто меня красиво да есть раз мага наёбывает я не думаю я не я не я тогда точно вы мага на по собственной проверке вы честно я думаю что ты не вскрылся бы конечно так комиссаром но уже комиссаром смысле но проверки подсос я знаю что стоило девятку проверить я понял но у нас методом исключения остается мне вообще не нравится как еще одиннадцатый играет вот на самом деле он просто потому что пошел нахуй с тобой с нулевки играю долбоёб да и просто типа 10 и 3 могут быть твои две проверки быть маньяков типа ну сейчас походу у меня так поехали по очереди я паук на башке злого кстати статус хотел учеба есть я хочу сказать я думал что я хочу вскрыться я доктора дома будут стрелять могу я его сайвил но как мы видим блять ёбнули не могу возможно потому что или мать и что маньяк или мафия могли мне стрелять и надо тебя ёбнуть эти сэвил но типа передать им я хилил вадю если еще ни разу не хилю так что в эту ночь я буду жить потому что я сам себя захилю сорян блять пацаны чё я думаю по столу девятка является исключением и десятка я тебе говорю он может быть маньяком потому что и к сайлу я очень больше верю то маньяк он у него хорошая речь была в прошлом году особенно про то как он подметил что эволона душа эволона душат блять все и душат эволона и мне это понравилось войны инсайдера блять если честно ничего не могу ему сказать или против прошлой игре у меня выебал я тоже на него не думал и в этой игре я не так сильно я член блять очень как мне рыбля бля серьезно я выставляю игрока по номером девять конечно спасибо инсайдер ну я соглашусь в принципе да подозрение на меня в принципе вполне могут быть для злой я ладно я поверю что мага комиссар просто злой для меня мне обычно понятно когда он играет на красном вот он он настолько эмоционально на красной роли он всегда вот так себя ведет а когда на мафе он ну вот этого у него нету нет ну ты всегда возмущаешься если в тебя вбрасывают ну типа в черную сторону ты прям эмоционально у меня его тишки стритят короче ну тут понятно что сейчас арену надо убирать и дальше смотреть что по столу дальше уже будете решать клеить ли карине в команду или нет да скорее всего я тучку в этом для убирать семерку но семерку можно подставить и положить комиссар то есть корректировал разумею убивать мать и меня оси парочка ванечка ты кого-то выставишь ну девять стоит уже пока логично стоит уже не буду меня спасибо мага для чуваки я могу объяснить почему была проверка тройки потому что если бы тройка оказалась на петля меня будут просто рискод из новый samsung и десятка я хотел просто поиграть десяткой потому что он играл с игроками которыми я не хотел и для меня бы это игрок просто краснется из-за этого эти игроки точнее я могу объяснить насчет шестерки блять я не знаю я не совсем верю шестерки потому что возможно такое что я его краснил в итоге все верят что он красный он оказался мафии вообще говорит возможно стоит семерку убирать но я не знаю такой себя ход я опять это тупой запутался по столу сейчас стоит убирать я считаю девяточку и мини разе как еще 11 играет не нравится почему лучше я бы шестерку девятку убирал мне поебаться давайте сразу вы не спасибо большое арина не знаю что сказать на самом деле маг говорит что он типа тупой но видимо меня сложно переплюнуть раз я уже вылетаю на из-за того что оправдываю двойку но блин вы всегда когда там была какая-то фраза если все кого-то очерняют значит это точно красный игрок и я поддерживаю собственно этой стратегии то что вы все очерняли двойку я собственно стала на позицию защиты потому что ну реально ничего такого не увидел вообще ничего такого да не знаю может это после опять же встречи какой-то но мне ничего такого не показалось возного и черного с его стороны хотя бы не знаю все может быть вот я мирная карта я готова на самом деле если у кого-то из галакси можете инфу мне дать по телефону вот и логично предложку века но ваше мнение у кого есть семерка точно мирные получается десятка вот это может быть опять же либо шестерка либо одиннадцатый но одиннадцатый он видимо не знаю кто же по скилу как-то апнулся и сейчас играет за мафию лучше чем раньше и по эмоционалу и по доводам каким-то кого-то выставишь 9 6 611 если там кто-то есть 11 спасибо большое аид данные все равно сейчас думаю что нам надо убрать арену дальше мне непонятно что делают игроки 67 мне кажется что они оба красные началась между ними непонятная перепалка мол там лжеками это не лжекомиссар я думаю мы здесь просто берем девятку игра у нас скорее всего закончится потому что у кого есть ну что он доктор ну и последний чем у меня может остаться это то что 11 может оказаться маньяком вот это все но я думаю девятка последний черный и игра скорее всего закончить маньяки могли сейчас друг друга отстрелить ну типа вот там между 15 мог сидеть маньяк происходит же тогда убийство если маньяка ночью отстрелили если маньяка убивают ночью да но он при этом тоже убивает да конечно конечно ну вот типа они могли друг друга там сейчас перестрелять такое тоже возможно не в общем сейчас против девять скип спасибо большое или я не имею прям нормально фоне просто хуета класс сразу ваня инсайдера потому что ваня который строго для меня ушел стопроцентным черным игроком он когда уходил ничего не сказал по столу для меня это соответственно к красные игроки уходят они обычно говорят какую-то инфу ванями не понравились сегодня одно а не оправдание есть он не нравится открывал стол не как он типа просто говорить ну этот нравится этот не нравится почему он нравится почему не нравится ничего не говорил ваня для меня стопроцентный который строго 100 процентов черный игрок и я не думаю что инсайдер бы настолько задушил строго типа она своей речи ну жестко прямо ну такие прям как будто бы дсм типа он прям придушил строго, говорит, типа, все, двойка для меня 100% черный игрок. Играю 5-7, потому что двойка играет против 5-7. Пошел нахуй. Ваня Инсайдера красный игрок. Но не забываем то, что у нас скорее всего есть маньяк. Да ладно, скорее всего 2 кила, дубаек. То, что, типа, там маньяк, ну, мафия маньяка друг друга убили. Может быть. Либо один, либо пять, я имею ввиду, могли быть маньяками. И, соответственно, у меня либо шесть, либо десять маньяки, ну, методом исключения. Девять маф, ну, спонять больше, наверное, к десятке, то, что маньяк. Какого-то будешь выставлять 9-6-11 в номинации? Ну, я выставляю десятку. Расскажи, почему ты не маньяк? Блять, как же они душат друг друга. Они, кажется, среди них точно есть какая-то грязюка, блять. Десять. Я работаю в ДНС и зал недели. Ну что же, поехали грязючить. Оправдываемся в порядке девять, шесть, одиннадцать, десять, начиная с девятки. Арина? Ой, это я? Да, да, да. Ой, не знаю, что меня может оправдать на самом деле. Ну, вот. Я мирная карта, но я готова уйти на самом деле. Так что удачи, выигрывайте эту игру, ребята. Находите там мафию, маньяка, если вообще есть возможность уиграть дальше. Учитывая, что если я мирная карта, остается, получается, маньяк, мафия и что там вообще происходит. По-моему, уже заканчивается играние. Ну, в общем, да, смотрите сами. Вот. Все. Я буду против шестерки. Экран, вероятно, неудобно. Спасибо, Арина. Теперь слово шестерки. Инсайдер. Так, ладно. Напоследок, думаю, что скорее всего напоследок попробую быть полезным. Для красных игроков, скорее всего, как сложить стол, ну, может, допустим, 2-9-4, вполне вероятно, даже возможно, черные были карты. Десятка может быть маньяк. Так что смотрите, как игра дальше повернется. 3-7-11, я бы держался вместе, честно. Вот. Потому что я, в принципе, в теории тоже, там, могу быть, да, для вас маньяком, ну, так просто прикинул. Думаю, все-таки 3-7-11, да, играть вместе, а дальше как игра покажет, спасибо. Илья? Мага не хочет играть, хотя я с ним с нулевки говорил, то, что он на позитиве, и всегда, ну, говорил, то, что у меня нет ответа, вообще не что-то приписывает в черное, тоже не может объяснить. Я не приписывал. Он не прочитал даже. Все, нахуй. Моя речь, блядь. Ну, типа, Арина... Историс нету никакой. В плохом смысле уже сдалась, ну, то есть, уже, наверное, нечего говорить. Тоже мы ее придушили, блядь, как инсайдер строго. Типа, ну, плюс посвящает всю речь свою на, ну, на ходу, типа, тоже по ситуации нужно рассматривать уже будущее, а не не возвращаться в прошлое, понимаешь? Ой, как сказал. Иди вперед, не надо. Да, иди вперед. Ну, поэтому, типа, убираем девятку, потом, типа, ну, для меня 3-7. Они, гамбит, янгсер проиграли. Я думаю, у него настроение вообще нету. Спасибо огромное. И речь теперь Аида. Давай, яду. Ловко ты меня в конце выставил. Не ожидал этого. Еще сказать, маньяк. Да, маньяк. Первый курт. Ну, короче, что я думаю. Я вообще не знал, на самом деле. Я думал, что маньяка показывают черным. Обычно в играх так это работает. У вас показывают красным. Я не маньяк, но при этом, если вы захотите меня затопить, то пускай я готов уйти. Но аргумент, типа, семерка. Ты что, меня подозреваешь? Я с тобой играл с самого начала, а не играл с семеркой. Потому что семерка взял в команду 1-4, а 4-то, походу, у нас в остатке мафии ушел. Поэтому, ну, это такой слабый аргумент. Спасибо большое, Слав. Ну, что же, 9, 6, 11, 10. В номинации. Приготовьте ваши руки. Го-ло-су-ем. Вас извини, Арина. Ну, я приправил. Поднимите руки, кто против девятки? Арина, ты еще не голосуешь? Арина, а твой голос? Ебучий строго. Да в себя убить побыстрее. Не мучиться. У нас игра еще не закончилась, мне кажется. Нет, ебать, она его начала гасить. Рад, строго, держись. Засыпайте, засыпайте. От любви до ненависти, да? Ну, короче, мафии у нас нет, мы уже поняли, да? Это одна из самых ярких прощальных речей, засыпайте. Все, убираем 10, либо 6, сначала 10. Один свалим. Ага, пошел ты. Один с тобой в минус. Пошел ты. Так, полная тишина у нас. Ебать, сожрала нахуй. Полная тишина, я кажется, услышала труп. Мафия может не просыпаться. Полная тишина, просыпается мафия. Мафия засыпает. А, всем просыпал играть? Просыпается маньяк. Маньяк засыпает. Зашел, блядь. Я так... Пробуждается комиссар. Умер, блядь. Меня еще раз, блядь, нахуяре, слышишь, блядь. Добить нахуй. Пробуждается доктор. Уже, сука, мертвого, блядь. Доктор засыпает. Утро. Фу, блядь, мое сообщение ушло. Мага мертв, спорим? Доброе, доброе, доброе утро. В швейном отелье среди упавших манекенов был найден труп номера 3. Говорит, тебя буду хилить, долбоев. Похилил, блядь. Знакомая ситуация. Школа Симпла. Обсуждайте. Блядь, ну, короче, типа, если с мафией, типа, там можно как-то определяться, то маньяк это фулл красный игрок. Он в игру играет, как фулл красный игрок. Ну, типа, единственное, я думаю, что это аид. Типа, я не думаю, что это инсайдер. Я думаю, что это аид, потому что... Чтоб, что думал, что это может быть инсайдер. Ну, я, ну, типа, я... Он изначально по речи говорил, что он со мной играет. И, короче, прикол в том, что, типа, ты такой говоришь, вот сейчас мы убираем девятку, и все, мы выиграли. И потом такой вспоминаешь, блядь, а маньяк же еще может быть. И такой, ну, одиннадцатый маньяк. Возможно, забываешь, что... Я еще, типа, про себя не вспомнил. Смотрите, как мы можем... Ты про себя забыл, блядь, херабрин сидит, нахуй. Можно никого не убивать, останется... Да, никого не убьем. А так вы вдвоем против меня кинете, вот и все. В смысле, я не понял. Ну, смотри, мага, ты против кого? Ну, я не знаю, или шестерка, или десятка. А, я бы одиннадцатый маньяк смотрел, кня. Я бы шестерку не стал. Аид, аид, лучше бы ты, конечно, этот, не инициировал сейчас. Короче, можно я объясню. Мне не нравится, что десятка была, готова уходить, якобы, что не маньяк. И теперь он начинает дефаться и цепляться за игрой очень сильно. Хотя вот это был просто... Аид, я готов уходить баланс. Я не готов. А я думал, игра закончится, просто я же говорил. Смотри, аид, еще знаешь, что тебе большой минус лично от меня? Когда ты сказал, типа, а я не знал, что маньяк красной картой, ну, проверяет. Ага, шоу, миссаром. Ну, потому что, камон, ты хороший игрок достаточно, ты бы не упустил этот момент. Ты знал, что красный. В играх всегда показываем маньяка черным. Типа, очереди. Бля, душно. Если он реально не слышал, то он становится не маньяком. Ну, типа, бля, можно баланс уйти? Я просто отойти хочу очень сильно. Так, поехали. Баланс тебе хочется уйти? Так, инсайдер будет голосовать против десятки, ну, типа, по его речи. Нет, не баланс. Ребята, ребят, сейчас по очереди у нас. Ну, я понимаю. Инсайдер, давай. Нифиговик. Да, ну, если еще какое-то время сомневался по поводу, там, Ильи, то, ну, после его речи он для меня стал красным игроком. А десятка, ну, вот это его сейчас инициация. Немножко не просчитал, что ему сказать, сымпровизировал слабенько. И вот это, опять же, момент, типа, он невнимательно, не услышал правила, не верю Аид совершенно. И, ну, как я и говорил, что у нас есть долг 3-7-11, там, если вы во мне сомневались, ну, сейчас у вас такая стадия, что вам ошибаться, по идее, нельзя. Ну, я уверен больше, чем в Аиде. Не знаю, если вдруг Аиде скажет какие-то больше аргументы в мою сторону, что тебе и нужно было делать. Я не понимаю, почему ты начал импровизировать совершенно иначе. То есть, по идее, тебе нужно было расположить 7-11 против меня, а ты вообще на это забил. Но это странно. Странно. Вот то, что я могу сделать. Спасибо большое, Ваня. Кого поднимаешь? Так, а если Аиде реально думает, что это одиннадцать. Благодарю. Мага? Ну, мне хочется послушать, как будет, как поговорит Аиде. При этом, если шестерка была изначально маньяком, короче, он мог составить эту команду, потому что ему надо было избавиться от мафии, и поэтому фиг это определить. Я считаю, что это будет полный рандом. Типа 50 на 50. Если Аиде реально не знал правила, то это его окрасняет. Но может просто так реально... У меня кусок этого... Мага, ты кого-то поднимаешь? Ну, пусть шестерка еще поднимает. Шестерка. Спасибо. Я слышал, что 7 полагает. Да, ну, сейчас у нас получается 2-2. Типа, мне кажется... Давай семерку проголосуем не за шестого, давай проголосуем за одиннадцатого. Попилим стол. Нет, пошел ты. А хочу, почему ты не хочешь? Смотри, почему ты не хочешь? Не хочу я, блядь! Вы с инсайдером вдвоем говорите, что маньяк, я десятый. Если у нас мы уходим в ноль, да? Смотри, мы уходим в ноль шестерком и отстреливают, скорее всего, как ты говоришь, магу, и мы просыпаемся втроем. Вы же просто меня вдвоем сливаете, вот и все. Это более просто, это более сейвовый плей. Я думал, мы когда девятку выкинем, у нас игра закончится. Ну, в целом, если хотите, можете убрать. Они сильно потеряют. Ну, я одиннадцатого выставляю скип. Спасибо. И понимаю, а где здесь сейвовый плей? Типа, мы и так, и так знаем, что мага умрет следующей ночью. Типа, камон. Где тут сейвовый плей? Мы просто игру чуть больше сделаем, и все. Мы не сделаем чуть больше. Ты для меня, дядь... Ну, зачем тебе это? Я не хочу, типа, я голосую про тебя, не хочу делить в то. Ну, вот, вот, пожалуйста. Зачем нам это? Ну, типа, это просто... Условно, мы можем просто у Дины попросить больше времени. Типа, и все. То есть, на этом мы просто продолжаем игру. Мы все знаем исход, блядь. Ну, подожди, если у нас исход, да, если смотреть... Так, ребята, сейчас у нас исход Ильи. А, извиняюсь. Можем поговорить, дядь, ну, типа, я голосую про тебя сто процентов. Мне этот... Мне не так надо продолжать игру, как тебе, понимаешь? Типа, ты говоришь, это сейвовый плей, хотя это, ну, нихуя не сейвовый плей. То есть, мы останемся... Я инсайдер, блядь. Конечно, ты можешь убить инсайдеры, и будет вообще... Не, он может убить меня, чтобы потом якобы я за него проголосовал, но он бы, наоборот... Нет, ну ты... Ты причем подговариваешь, типа, давай, семь, давай против одиннадцать, поделим столом. Если бы ты убил в итоге Илью или инсайдер, ой, Илью точно, это бы, наоборот, настроил... Магаааа... Не, все, он не говорит. Я предлагаю десятку убирать и идти на экс-игру. Она и так так закончится. Будешь ли ты поднимать, Магу? Бля, жалко, Илья. Ну, я, вряд ли, силе его... Да зачем, блядь? Ну, типа... Поговорись просто. Поговорись? Ну, если ты поговоришь о всем, чем угодно, кроме мафии, типа, я за тебя подниму. Давай. Согласен? Хорошо, поднимаю. Да. Замечательно. Десять, шесть, одиннадцать, семь. Оправдательные речи, начиная с десятки. А я все сказал, я только что говорил. Ну, у них ничего не было играть, но убейте меня, пожалуйста. Все, скип. Спасибо. Шестерка. Я объясню, почему десятка настаивал на то, что давайте, там, ну, убьют, типа, семерку, да нет. Просто он бы в ночь убил бы одиннадцать, и Мага бы проголосовал просто, ну, типа, чтобы меня подставить, очевидно. Ну, да, все, в общем-то, сложилось. Пазл окончательно, это действие. Спасибо. 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 Пиздец. Илья. Блядь, короче, купил лазанью. Не понравилось, там, типа, соуса слишком мало было. Купил себе, слава богу, кетчуп, то с чили. Вот, ну, типа, полил, типа, ну, немного, правда, в микроволновке передержал, горячая была, пиздец. Вот. И еще колбасой захалывал, такой, салями, типа. Немного живот сейчас болит, поэтому после игры я отойду в туалет. Лазанья в микроволновке. Ну, так, это, это, какого? Фу. Блядь, вы схладывали по огромной Илья. Зачем, блядь, что? Я предлагаю 11-го убирать за лазанью микроволновка. Я, по-самому началу очень сильно хует, поэтому хочу быстрее закончить эту игру, я пытаюсь объяснить, или, а если мы бы просто сейчас ушли... Как, блядь, я тебе нахуй время дал? Секунду, он бы убирал, скорее всего, не меня, бы убрал кого-то, настроив, ну, чтобы якобы проголосовали против инсайдера. На самом деле, он сделал совершенно... ну, я бы, наоборот, проголосовал тогда против десятки. Десяткой реально все складывается, что он маньяк. Он раньше был готов уходить как-то в баланс еще до этого, в итоге сейчас очень цепляется за себя и очень сильно, я считаю, переживает. Поэтому я буду кого-то сылать уже десятки, я считаю, что он маньяк. Спасибо. Ну что, 10, 6, 11, 7, в таком порядке голосуем. Кто против десятки, поднимите руки. Лучший. Аид, ты, хороший, блядь, что ты нам скажешь? Поддержал. Прицеп, пп, респект. Нахуй десятка. Кли, а мы завтра на море едем. А ты бы завтра уже прилетаешь? Прилетим, да. Вообще, как никто делать. А кто он был? Можно было? Не реально. Манихон он был. Да, с победой. Все, спасибо. Сюда. Короче, проблема у нас такая, у нас мага ушел, а кейс-тонер еще едет. А я говорил, тоже.